Зелёный офис – это ежегодный республиканский конкурс, который привлекает внимание бизнес-структур и госучреждений к вопросам экологии. Оценивают подходы, мероприятия, практики, направленные на сохранение окружающей среды. Коллектив областного центра фтизиопульмонологии взял в этом конкурсе первое место. Мы внедрили элементы зелёного офиса. Что это? Это печать двухсторонняя. Мы используем черновики в печати. Мы используем бумагу теперь без отбеливания. Мы, если у нас бумага уже с двух сторон, уже всё напечатано, мы её не утилизируем, мы её как сырьё сдаём как макулатуру. Собираем также и стеклянную тару, и полиэтиленовые пакеты. Мы всё собираем. Всё то, что может быть использовано вторично, мы всё здесь собираем. На вырученные средства приобретаются медицинские перчатки, различные вещи, саженцы для озеленения и благоустройство территории центра. Установили систему очистки воды в каждом отделении, благодаря чему расход и потребление воды снизились на 10%. Особое внимание уделяется энерго- и теплопотерям. Стеклопакеты установлены для сбережения тепла. Есть все счётчики тепловые, водяные у нас, электрические счётчики. Свет экономим. На компьютерах установлен спящий режим у нас. В общем, для того, что мы делаем для персонала, и это тоже учитывалось в конкурсе, что у нас созданы комфортные и хорошие условия для работы персонала. Это у нас персональные комнаты, горячее питание сделано, душевые кабины установлены в каждом отделении. Обеспечены стопроцентно мы средствами защиты органов дыхания. Цель конкурса – популяризация лучших экологических практик и ресурсосбережения зелёных офисов, а также корпоративных программ заботы о здоровье сотрудников. С 2018 года мы стараемся активно следить за безопасностью окружающей среды, меняем оборудование на более современное, учим сотрудников и пациентов заботе об экологии. За четыре года мы собрали и сдали на переработку 5,5 тонн картона, почти 8 тонн макулатуры, полтонны пластика и почти 2 тонны стекла. Конкурс «Зелёный офис» проводится четвёртый год подряд. Всего в этом году в нём приняли участие 100 организаций в 10 номинациях.